Я люблю лето, весной люблю. На самом деле, даже осень люблю, только не позднюю. Совсем позднюю я зиму не очень люблю. Есть у камина, завернувшись пледы, с любимым человеком, с бокалом вина. Это да. Начнем с погребов. Здравствуйте, меня зовут Самаленко Наталья, и вы на канале Орепенье. Холодновато сегодня. Я прям укутана. На меня это не похоже. Даже микрофончик одели в шубку. Кстати, какой мохнатенький. Возвращаемся к ответам на вопросы. У меня здесь накопилось страниц 15. Еще 15. Столько лежит в офисе. Сколько успею, настолько отвечу. А реально ли вообще избавиться от маршанцы? Даже в грядках прет и под деревьями. Насколько я помню, маршанцы у нас с вами относятся к печеночным мхам. Избавиться от нее действительно реально. Навскидку я знаю три способа. Первый способ – это ее регулярно механически убирать. И он один из самых действенных, на самом деле. Можно воспользоваться уксусом или уже после окончания сезона вегетации – железным купоросом. Ну, вот три таких на скидку. Вообще маршанцы в большинстве своем к нам на участки приходят даже не из дикой природы, а чаще всего вместе с купленными нами растениями. Поэтому аккуратненько перед посадкой разгребаем. Потому что если мы ее запустили, вывезти ее будет достаточно сложно. Скажите, какие сроки в этом году посадки тюльпанов под зиму? Спасибо. Мы еще сажаем. Сейчас середина октября. Мы все еще высаживаем луковичные. Вообще, если мы берем по классике, то крайние сроки – это хотя бы за две недели до начала мороза. До того, как земля начнет сильно остывать и промерзать. Так должно быть. То есть начинается мелколуковичные. Мы с вами высаживаем с первым звонком. 1 сентября более крупные луковицы. Две недельки позднее. Так должно быть. Но по-хорошему, наверное, в практике каждого из вас было, когда вы уже луковицы высаживали в замерзший грунт. Ломом фактически долбили лунки. И все было нормально. Единственное, что в этом году осень очень сухая. Вчера мы высаживали очередную партию луковиц на объекты. 2-3 сантиметра влажные. А дальше просто сушь. Пролить придется после посадки. Добрый вечер. Как избавиться от хвоща на газоне? Странный вопрос. Надо просто регулярно косить газон. Вот так поставить себе раз в неделю. Там, допустим, по четвергам. Или там по субботам. И с регулярным покосом хвощ уйдет. А если время от времени, то, конечно, чудес не бывает. Расскажите, пожалуйста, про эффективность побелки деревьев. Есть ли смысл вообще в этом? Заранее спасибо. И да, и нет. Если мы вспомним, чем раньше белили деревья, это была известь. В этом было два, даже три, я бы сказала, функции. Первая функция – это защита от весенних ожогов. Но, на мой взгляд, мне кажется, что если дерево растет в саду достаточно давно, ему защищать его точно не нужно. Там, на самом деле, перестраивается кора, где нужна она более толстая, где нужна она более тонкая. Поэтому чаще всего мы от весенних ожогов не белим, а закрываем вощеной бумагой на первый, максимум на второй год. И, в общем-то, все нормально, пока растение адаптируется, пока оно сориентируется по сторонам света, пока подстроится под существующий световой день. А еще, если помните, это была известь. И здесь была еще одна функция – это некая фунгицидная защита. Как бы побелка известью несла еще на себе противогрибковую профилактику. Ну и третий – это традиция. Но тогда, когда в основном белят, а белят – это традиционные майские праздники, необходимости в этом уже нет. Ну, если только там память о прошлом. Была очень такая интересная история. По-моему, в Украину, в Киев приехала именитая голландская, голландский ландшафтный дизайнер Кэрри Престон. Ее возят по городу, показывают парки, какие-то скверы, а потом спрашивают, что на вас произвезло более яркое впечатление. Она говорит, вы знаете, я была поражена, потому что где бы мы ни были, везде деревья побелены. Я никогда такого не видела. Это, наверное, очень хитрый дизайнерский ход. Вот, красить деревья под свет скамейка. Ну, в принципе, побелки больше уже. Постсоветское пространство – это единственные места, где еще пользуются побелкой. Больше нигде не видела и не слышала. Существуют более простые и более современные способы. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, из вашей практики, как надежно ограничивать агрессивные злаки? Варианты рубероид и ведро без дна работают только 2-3 года. Потом подныривают или пробивают и вылазят на волю. У меня растет колосняк песчаный и спортиногребенчатая. Очень красивые растения, но очень вредные. Опять же, самый простой и надежный способ ограничения – это регулярная прополка. Мы у себя, допустим, в парке не высаживаем какие-то ограничители, но у нас здесь еще такой хитрый прицел. Мы посадки воспринимаем как маточники будущие. Поэтому, когда они куда-то разбегаются, мы даже очень радуемся. И, наверное, кроме прополки и просто удаления ненужных экземпляров, я вам ничего не подскажу. Хотя я знаю один участок, где в качестве ограничителя старый холодильник. То есть взяли старый холодильник, закопали и посадили туда гречиху сахалинскую. И убежать она физически не может. Но это уж совсем так, грозно. Глицин мне уже второй год меняет цвет листа и становится почти белого цвета. Добавляли минералы, использовали все хилаты железа, магния и калия. Поливали азотом, поливали под корень и полисту и пином. Опрыскивали хромом почву суглинки. Сделали ее мягкой и пушистой. Испробовали все. Пробовали не по одному разу, по две недели разного вида эксперименты. Два года стараемся, а лезь сначала салатного, затем становится белым засохшей каемочкой. Воды хватает. Ну, наверное, у меня может быть только одна рекомендация. Оставьте растение в покое. Скорее всего, в какой-то момент вы немножко переборщили с удобрениями, и это был просто химический ожог. А дальше, пытаясь вылечить, пытаясь привести растение в порядок, вы только усугубляли эффекты. Я боюсь, что растение в таком состоянии, что оно просто уже не в состоянии. Воспринимать не микроэлементы, не макроэлементы, не какие-то антистрессы. Оставьте его в покое на годик, и я думаю, что все восстановится. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Процветание вам и вашему каналу. Пожалуйста, расскажите о видах и сортах чубушника, о его плюсах и минусах после посадки и ухода для Ленинградской области. Заранее спасибо. Ну, вот как раз сегодня я села готовить этот сюжет. Я чубушники, с одной стороны, люблю, но с точки зрения рассказать о них что-то интересное, ну, вот уже который год я к ним подбираюсь, и у меня все не получается. Получается как-то скучно и нодно. А скучно и нодно, ну, достаточно, наверное, сюжетов на просторах Ютуба и, в принципе, интернет. Если получится, то в ближайшее время обязательно выйдет. Здравствуйте, спасибо, что вы есть. У меня необычный вопрос. У нас в деревне часто случаются заморозки, даже когда в соседних деревнях их нет, причем очень сильные, хотя две реки рядом. Сталкивались ли вы когда-нибудь с таким? Знаете ли вы способы выяснить, почему и как? Какие приемы можно применять, кроме укрытия? Ну, у вас, во-первых, скорее всего, еще сильные ветра, и нужно как-то позаботиться, подумать о ветрозащитной полосе. Ну, это первое, что приходит в голову. Как защититься от заморозков? Ну, когда возвратные заморозки, да, когда вот почка вот-вот напухает, и ты приезжаешь и понимаешь, что вот прошелся морозец. Ну, кроме воды, я, пожалуй, ничего не знаю. Мы берем там из распрыскивателя, опрыскиваем. Это, пожалуй, единственный способ. То же самое получается и в осенний период. Больше, наверное, никто ничего не придумал. Защита от ветра, и если у нас после каждого заморозка, это душевание, ну, а лучше всего, чтобы были мелкие капельки, как туман, это вот там ручной распрыскиватель, поливизатор, да, или там тот же, там, не знаю, жук, да, сейчас очень популярный. Вот, все, больше вариантов у меня нет. Вербеник ландышевый, очи так едкий. Без глифосата можно извести быстро и надежно. Можно полоть, все, других вариантов нет. Либо гербициды, либо прополка. Я особо, наверное, третьего не дано. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Здравствуйте, подскажите, как избавиться от вьюнка или хотя бы снизить его количество. Хороший вопрос. Ну, выпало вот его достаточно проблематично, потому что чем больше вы его полите, тем больше он у вас размножается, корешочки разбиваются на небольшие части, и, в общем-то, каждый отросточек является будущим растением. Поэтому здесь, опять же, либо гербицины, вот, но с каждым годом мы все больше и больше стараемся от них отходить, либо это просто регулярно срезать. В течение сезона не давать восстановиться. То есть вы его срезали, он пошел заново, и пока еще целиком растение не восстановилось, еще молоденькое снова срезали. Вот так в течение сезона можно хоть как-то снизить. Ну, это касается, кстати, всех сорняков. Здравствуйте! Спасибо вам за вашу работу. Невероятно полезно, увлекательно, и просто приятно смотреть видео на канале. Часто встречаю высказывания в духе навоза и зола лучшие удобрения. Песком землю не испортишь и подобное. Мне кажется, что это не может быть одинаково верно для всех растений, но, возможно, я ошибаюсь. Так вот, вопрос. Есть ли растения, которым можно навредить, такого рода вмешательством? Спасибо. Спасибо вам вообще на самом деле за вопрос. И я смотрю, что с каждым разом вопросы все более и более интересные. Меня действительно очень часто удивляют коллеги, которые однозначно дают какие-то готовые рецепты, и говорят, ну вот под это растение обязательно добавляйте песок, или добавляйте залу, или там, чтобы вы не сажали, вам там необходимы органические удобрения или минеральные. Дают рецепты, какого размера должна быть посадочная яма, какой ее состав. И, на мой взгляд, это неправильно. Неправильно, потому что каждый участок – это какая-то индивидуальная история. И понятно, что если у вас тяжелые грунты, я понимаю, зачем добавлять песок. Мелкие частицы мы разбиваем более крупные. А если это легкий суглинок, то добавив песка, я боюсь, что земля будет еще больше испаряться, быстрее испаряться, потому что будут только проблемы. Поэтому нет, действительно, и песок, и перепревший навоз, и свежий – это, в общем-то, хорошо. Но с каждым случаем нужно смотреть индивидуально. По поводу того, каким растениям можно навредить. Ну, свежим, допустим, конский навоз, да, он даже в свежем состоянии особо навредить не может. Ну, хвойные, наверное, хватанут чего-то лишнее. Аккуратно, не перепревшие, если не уверены, что навоз достаточно хорошо перепрел, старайтесь не… Вечные, не листопадные растения, да, это у нас с вами не только хвойные, это в том числе и рододендроны, и магонии, с свежаком сильно не использовать. Все, пожалуй, все. Так, в общем-то, органика, она хороша и для песчаной почвы, и для глинистой почвы. И там она несет достаточно много плюсов. Первый советчик, который должен быть, и я постоянно это говорю, это не я, это не кто-то из моих коллег, даже самых умных, самых замечательных. Самый главный советчик у вас – это ваш здравый смысл. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о борьбе с паутинным клещом и трипсами на розах. В этом году нашествие этих паразитов, согласна. И если можно, еще вопрос, насколько зимостойкие древовидные гортензии розового цвета. Давайте с конца ночным. Гортензии древовидные розового цвета абсолютно зимостойкие. У них есть минусы, они быстро отцветают. Розовый цвет очень быстро меняется на такого некрасивого цвета, мокрого картона. Это правда. Куст очень долго наращивает свою мощь, но при этом они зимостойкие. И с зимовкой проблем у них, как правило, нет. По поводу второй части вопросов. Как избавиться от паутинного клеща? Ну, фитоверм, антиклещ. Ну, любые препараты, имеющие акроцидные свойства. Поэтому, к сожалению, там какие-то травиальные истории. Кто пользуется командором, искрой, что-то в этом роде, они, конечно, не действуют. Клещ на зимовку уходит в почву, в основном. В этом году было очень жарко. И, конечно, паутинного клеща многие просто выли. Нехимических обработок, ну, я, пожалуй, не знаю. Все-таки это наименее, наверное, безопасен для вас и окружающих этот фитоверм. Добрый день, Трепедник. Наталья и все-все-все. Спасибо за полезную информацию. Всегда с нетерпением жду новых выпусков. У меня вопрос про тую западную. В этот жаркий засушливый год, я, кажется, уже знаю, о чем будет вопрос. Она очень сильно цвела, и сейчас на ней много зеленых шишечек. Декоративность немного страдает. Можно ли их обрезать? Не наврежу ли я туи? Ей уже 7 лет и 2 метра в высоту. Красавица одним словом. Сорт я не знаю. И вообще, хорошо ли для туи такое цветение? Или она страдает, бедняжка? Как ей помочь, я не знаю. Но тут старой нишом. Там иногда нас за это ругают. Ну, реально рабочий процесс. Значит, смотрите. Ну, сейчас на данный момент вопрос, наверное, где-то был в августе месяце. Или в конце июля. Шишечки были еще зеленые. Сейчас они уже коричневые и раскрывшиеся. Я даже могу догадаться примерно, предположить, какой у вас сорт. Это может быть барабант, это может быть холмструп. Они наиболее такие склонны к плодоношению. Хорошо ли это для туи? Не очень. Потому что каждая шишечка содержит в себе семена. Шишка ягода. У туи не шишка, а называется шишка ягода. Содержит в себе семена, и растение тратит очень большое количество сил на узревание. А растения вообще очень хорошие родители. И они до последнего иногда ценой своей жизни скармливают потомство. Тоже, кстати, очень интересная тема для одного из сюжетов. И понятно, что после такого обильного плодоношения растение будет ослаблено. Поэтому в этом году, наверное, нет. А вот весной немного подкормить, конечно, надо. Это первый момент. Второй момент в качестве совета. Так растение реагирует на недополив. И в очень жаркие года растение может предположить, что все очень критично. Что вот он, тотальное потепление климата. Но эти погодные условия не переживет. И, соответственно, в момент стресса она пытается после себя оставить максимальное количество потомства. Середина мая, ближе, наверное, с конца мая по июнь, старайтесь вот в самую-самую такую, получается, жару. Старайтесь просто дополнительно, помимо полива, еще душевание делать. И все. И плодоношение снижается в разы. Добрый вечер, Наталья. У корейской пихты стали опадать иголки с молодых приростов. Приросты выглядят здоровыми, недостаткового, влаги нет. Ленинградская область. Чем помочь растению, как остановить облысение? Стали опадать иголки с молодых приростов. При этом вы говорите, что приросты выглядят здоровыми. Ну, скорее всего, это не заболевание. Ну, есть, может быть, какая-то вероятность того, что это вредитель. Но я боюсь, что здесь плохо работает корневая система, скорее всего. Когда у растений не хватает сил нормально поддерживать кончики побегов, да, это проблема с корневой системой. Вот, посмотрите на предмет вредителей. Мало ли, там где-то попадаются обгрызанные хвоинки, тогда вы отдыхайте спокойно. С этим можно бороться. А вот вопрос корневой системы, ну, надо разбираться, в чем дело. Я так, к сожалению, не подскажу. Пихты очень долго. У них вот эти смоляные почки, засмоленные. И они, кажется, даже почка уже мертва, да, но на первый взгляд кажется, что она еще живая. Добрый день. Хочу посадить клематис третьей группы обрезки в кашпо. Подскажите, пожалуйста, как его подготовить к зиме и сохранить? Живу в Московской области. Заранее спасибо. Боюсь, что с этим вопросом я вам не подскажу. Почему? Потому что вот за столько лет работы с растениями, с клематисами, я так общего языка найти и не смогла. Не то, что в кашпо, да, а как контейнерное, ну и в открытом грунте. Не любим мы друг друга. Хотя я, честно, пыталась навести масты. Не получается. Здравствуйте. Третье лето дождливые. Обработки после каждого дождя. Но слизни непобедимы. Жрут горох, георгин и картофель. Как от них избавиться, учитывая, что на участке любимая кошка? Любимая кошка – это хорошо, слизни – это плохо. Ну, смотрите, вопрос, наверное, уточнение про кошку. Вы боитесь химии использовать, да? Хотя есть препарат, называется «Гроза». Это, по-моему, швейцарская была разработка. Наш как раз аналог просто с другим названием. Он работает на моллёсков. А слизни и улитки – это как раз моллёски. Другие инсектициды, химические препараты, как правило, на них не действуют. Это первый момент. И, насколько я помню, «Гроза» абсолютно безобидна для теплокровных. Если всё-таки не хотите использовать «Грозу», можно, конечно, какие-то народные методы, да? Там ставят живое пиво, сладкое вино, цитрусовые. Там тот же самый помелу или апельсин. Корочки ставят на вечер. А потом собирают. Они сползаются отовсюду. Запах для них очень привлекательный. Можно выкидывать. Можно так. Мы на самом деле, ну, у нас есть на это ресурсы, есть силы. Мы в основном используем рыхление. Вот сейчас очень много кладок отложено именно на весенний. Потому что и улитки, и слизни у них две кладки. Это как раз где-то в середине лета и осеннее. И вот это вот рыхление не глубокое. Буквально там на 3-5 сантиметров позволяет яйцам не перенимать. Это достаточно, ну, трудоёмкое и трудозатратное. Хотя, по-другому рыхлению очень сложно переоценить. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о Портулаке. Заполонил весь участок. Третий год. Какие почвы он предпочитает? Может, не хватает чего? Раньше его не было. Тоже, к сожалению, наверное, не расскажу. Надо просто сесть за несколько вопросов. Потому что про Портулак достаточно много вопросов. Опять же, дело в том, что у нас он просто как летник. И почти нигде не встречается и не попадается. Для нас это незимующее растение. И я знаю очень многих садоводов, которые, в принципе, радуются, когда он у них растет. И вопроса о том, чтобы его удалять, нет. Ещё раз здравствуйте. Подскажите, что с лилийником? Кончик листа желтеет. Затем на листе появляются жёлтые пятна. На них появляются бурые пятна. Увеличиваются в размерах или засыхают. Вообще, на участке все растения болеют. Близкие грунтовые воды, скудная почва, глина, песок и сверху привозной грунт 5-6 сантиметров. В этом году два раза обрабатывала растения и земли фитоспорином. Эффект нулевой. Участок в Подмосковье. Спасибо. Здесь вопрос, наверное, не что с лилийником. Дали лилийник болеет. Но болеет он только по той простой причине, потому что такие условия не очень благоприятны для всех. Вы сказали ключевую фразу. Все растения на участке выглядят не очень хорошо. То есть вопрос нужно решать комплексно. 5-6 сантиметров плодородного грунта недостаточно даже для газонной травы. Это как минимум 10 в уплотненном размере. Это первый момент. Второй момент. Судя по всему, у нас тут как раз был недавно канал, когда мы были в гостях у Светланы Жилиба и разбирали геопластику. Вот это ваш вариант. Если этим озадачиться, основная, большая часть вопросов у вас сойдет на нет. И по поводу, кстати, фитоспорина. Идея правильная. И проливать фитоспорином. Но в данном случае он не как фунгицид, а он больше как для улучшения качества почвы. И использовать органику на вашем участке. Все это здорово. Но вы поймите, что органический ни фитоспорин, ни биопрепараты, ни органика мгновенного эффекта не дает. Прежде чем будет эффект от того, что вы используете, вносите органику, пройдет несколько лет. И вы ежегодно это вносите, вы ежегодно работаете над почвой, а результат вы увидите через 5 или 6 лет. В лучшем случае. Хотя это нужная работа. Очень рада, что нашла вас здесь. На Европланте только из-за вас подписалась и недоумевала, куда пропал лучший специалист питомника. Компания Европлант не является питомником. Это хороший садовой центр. Наверное, один из самых лучших в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Но не питомник. Мы, кстати, еще тоже пока не питомник. Вопрос такого плана. Хочу посадить на участке пару деревьев для гамака. Не хочу высокие, но такие, чтобы выдержали меня и гамак. Думала о кленах. Если до 3-4 метров и с хорошими стволами. Какое бы растение вы не посадили, молоденькое, среднее или сразу крупномер, прежде чем повесите, гамак пройдет достаточно много времени. Кленов до 3-4 метров. Виды, конечно, есть, но они вас не устроят. Гамак на них не повесить. Поэтому здесь вариант следующий. Это просто сдерживать. Какое бы растение вы не посадили, если хотите быстрый эффект, возьмите его белым, к примеру. Или пополусальба. Допустим, тополь белый. Быстро растут, быстро развиваются. Гораздо быстрее повесите гамак, нежели, если посадите тот же самый клен, дуб или что-то мощное. Но сразу, к сожалению, гамак вы не повесите. И никто не отменял стрижку. Здравствуйте. Посадили две лиственницы близко друг к другу. На момент посадки возраст лиственниц был, скорее всего, года 2. Они просидели еще 3 года в местах посадки. А в этом году очень сильно разрослись выше 2 метров. Для лиственницы выше 2 метров ни о чем. Можно ли еще этой осенью одну из них пересадить или уже поздно. Можно, если у вас не песчаные грунты, лиственницы действительно плохо переносят пересадку. Их лучше им сразу выбрать одно место, и пускай они там сидят. Если есть желание, то, в общем-то, можно рассадить. Наверное, для этого выпуска на сегодня все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и цепляйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...